Есть божественная женская природа, она божественная, и есть женщина-человек. У каждой женщины-человека есть недостатки человеческие. У женщин женские недостатки проявляются в жизни, а у мужчин мужские, больше всего. И у каждой женщины есть божественная. Что такое божественная в женщине? Это, ну, как бы это природа женщины. То есть женщина по природе склонна к чистоте, к искренности, к честности. Вот мужчины не склонны к честности. Ну, тоже все склонны к честности, но мужчины меньше склонны, чем женщины. Женщина склонна к честности, к чистоте по природе, к доброте. Она склонна к состраданию женщины, сострадательную природу имеет. Это энергия Бога в женщине. И есть женская половина Бога, а есть мужская. Бог может выглядеть как женщина, красивая женщина. Бог сам Бог. И вот это как супруга Господа, или его мать, или его дочь, понимаете? То есть это женская энергия, женское начало Господа. Оно реально существует. И женщина перенимает от Господа, от природы, перенимает женские качества Господа. Женские качества. Доброта, простота, стремление к чистоте, желание верить, доверчивость такая, верить, способность верить. Мужчина перенимает, тоже мужчина есть мужское, у мужчины есть мужское, это его недостатки, а есть божественное в мужчине. Божественное от Бога. Что от Бога в мужчине? Рассудительность, твердость характера, храбрость, способность побеждать судьбу, преодолевать препятствия, сильный энтузиазм, оптимизм и так далее. Стойкость, терпение, характер терпеливый. Способность совершать аскезы лучше развитого мужчины, чем у женщины. Устойчивость внутренней жизни, непоколебимость женщины, характер, психика движется, постоянно колеблется. У мужчины устойчивы по природе. Смотрите, теперь, если женщина вышла замуж, и она понимает, что у этого человека есть недостатки, понимает это, ну да, то есть она не дура, потому что есть слепые люди, они не видят недостатка. Она понимает, что у него есть недостатки, но не придают этому значению, пока они не выходят из равновесия эти недостатки. Если они выходят за пределы, она помогает ему победить. Это другой вопрос. Но в целом она видит недостатки, но больше всего она верит в нем, в его божественную природу. И она к мужчине относится с большим уважением, с большим почтением. Она, даже несмотря на его плохие поступки, больше всего видит в нем хорошее, а не плохое по природе. Значит, эта женщина будет именить счастливую семейную жизнь. Все. Почему? Потому что она природно уважает Бога, мужской ипостаси. То есть она чувствует в этом человеке проявление Бога, ведет с ним, как с божественным существом себя. И если он ошибается, ведет себя плохо, она по-доброму его учит. Если он плох, совсем сильно ошибается, она дистанцируется от него и ждет, когда он придет в порядок, чтобы потом опять с ним жить. Если женщина видит в основном плохое в мужчине, то у нее невежественная судьба. Она может быть хорошим человеком. Но если она в основном плохое в мужчине видит, то у него в отношениях невежественная судьба у такой женщины. Невежественная судьба. И это значит, что она, скорее всего, разрушит свою семью. Если она видит поровну плохое и хорошее, значит, она будет иметь и счастье, и страдания в жизни. Не будет динамики в положительную сторону. Будет жизнь наполнена всякими драматическими событиями. Но семья будет сохраняться. А если она видит в основном хорошее в близком человеке, тогда у нее будет развиваться семья. Видение означает вера. От веры в этом мире все зависит. Если человек верит в старших, он становится влиятельным человеком. Если верит в женскую природу, он становится счастливым в отношениях с женщинами. Если верит в мужскую природу, мужчина, у него крепкая дружба. А если он верит в женскую природу, тогда у него счастливая семья. Женщина, если верит в женскую природу, у нее крепкая дружба. Верит в мужскую природу, счастливая семья. От веры все зависит. Вера – это реализованный опыт. Человек не может просто так поверить. Он говорит, я хочу поверить, что женщины чистые по природе. Ну и что? Ну хорошо, молодец. Теперь трудись ради этого. Ищи эту чистоту. Как это искать? Надо служить женской природе. Уважать женщин. Что значит уважать женщин? Уступи. Она идет, допустим, уступи. И пускай в дверь первая женщина войдет, а не ты. Сегодня женщина меня пропустила, я прошел первой. Она захотела, чтобы я принял ее желание, чтобы я был старшим для нее. Я принял. Хотя я хотел, чтобы она прошла первой, но я принял и прошел первой. Для того, чтобы она была уверена, что я не отвергаю ее, как младшим. Такое отношение тоже возможно. То есть в данном случае я как отец, она как дочь. Она даже может быть старше меня, неважно. Я говорю про отношения сейчас. Но если ты хочешь уважать женщин, именно женщин, как женщин, тогда надо вести себя с ними деликатно, разговаривать деликатно, никогда не повышать голоса, уступать место, защищать женщин в трудную секунду, подавать им руку. Некоторым мужчинам, да, она сама пройдет, что подавать руку. Она пройдет, но ты не получишь милость тогда от Бога. Если хочешь получить милость, помогай, заботься, веди себя деликатно. Ну, в рамках, которые устанавливает жена для тебя. Если слишком деликатно со всеми будешь вести, то жена начнет беспокоиться, и это правильно, потому что женщины будут реагировать, они будут радоваться тебе, и можешь вообще потерять себя в этой радости. в отношении женщин. Некоторые так и делают, начинают излишне деликатно женщины себя вести, чтобы они сильно много обращали на них внимания. Это уже другой вопрос. Здесь нужна мера какая-то. Уважение к мужчинам означает тоже, женщина признает старшинство взглядов, мнения мужчины, уважает мужчину как личность всех мужчин, как бы считает, что они сильные, благородные, она так относится к мужской началу. Это значит, что у них будет счастливая семейная жизнь. Но при этом она должна не унижаться, как женщина. То есть по-настоящему счастье может быть только, когда женщина уважает и женскую природу в себе, божественную, и в муже его божественную природу. Тогда он не может ее унизить, и она видит в нем все хорошее.